Весеннее обновление стартовало в Уральске. На этот раз субботник прошел в дачных массивах областного центра. За уборку принялись студенты и представители лесного хозяйства. Все подробности далее. В этой свалке настоящее эхо прошлого. Июньская бутылка, сентябрьский пакет, октябрьская банка. Чего здесь только нет. С этими реликвиями обращаются максимально неделикатно. Территория словом обильно замусорена и настала пора вооружиться инструментами и убрать все с глаз долой. За дело принялись студенты Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангирхана и представители лесного хозяйства. Каждый считает своим долгом внести весомый вклад в чистоту родного города. Мы очищаем лесной массив от мусора, то есть бытового мусора, который здесь скапливается из-за халатности людей. Просим вас при ваших походах в лес собирать вместе с собой ваш мусор и бытовые отходы, чтобы не допустить данного исхода событий. Мусорный клондайк не иначе. По-другому и не назовешь стихийную свалку близ дачного общества «Елочка». Причина такого засора, по словам председателя товарищества, кроется в отсутствии контейнерной площадки. У нас здесь много живет людей, но никто не выходит на субботник. Проблемных вопросов здесь много. Мусор один из важнейших. Его выбрасывают в неположенном месте, потому что контейнерной площадки нет. Хотели установить, но платить за вывоз мусора никто не хочет. Спасибо студентам и представителям лесничества за то, что пришли и убрали мусор. Хоть немного чище стало. Между тем, желающим мусори в неположенных местах следует помнить, что подобное деяние серьезно карается. Так, административным кодексом страны предусмотрена статья 372 за оставление отходов в лесу. Наказывается штрафом физлицо в размере 5 мрп. Объекты малого предпринимательства 35 мрп. Среднего предпринимательства 70 мрп. Напомним, что месячник чистоты был объявлен в Уральске на прошлой неделе. До 21 мая пройдут субботники, в которые будут вовлечены не только госорганы, но и представители бизнеса, а также жители областного центра. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжейк. Субтитры создавал DimaTorzok